Так. Ну, давай. Давай. Я тебя в бедро отмахнула. Я тебя в бедро отмахнула. Сегодня у нас наш замечательный специалист по лечебному голоданию Серафима Морозова. И наша тема сегодняшней встречи это антипаразитарка, избавление от паразитов. И Серафима, так как она все проверяет на себе, она немножко даже у нас ставила пиявки перед эфиром и очень переживала. Да, что у меня следы на лице. На лице остаются следы, но так как она все проверяет на себе, я тоже все это делаю. Но у нас была уже перед этим тема пиявки, герозотерапия. А сегодня у нас антипаразитарка, избавление от паразитов. Здравствуйте, дорогие друзья. Так что мы будем рады всем участникам. Всем, кто присоединился сейчас к нам, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Серафима Морозова и самые главные принципы очищения организма от паразитов. Мы сегодня раскроем несколько секретов. И если Серафима, это разрешишь, я начну с того, что не знаю я. Серафима Морозова, это тройчатка, называется три травы, которые надо смолоть в кофемолке. Это пижма, это гвоздика и, забыла, третий, какая? Полынь. Полынь, да-да-да, самая такая видминская трава, которая вообще убивает напрочь всех паразитов энергетических и физических. Вот, это полынь, конечно. Конечно, конечно. Вот, и я передаю слово Серафиме, когда она нам расскажет нюансы всякие. Да, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Тема паразитарки очень актуальна, она всегда была актуальна, но сейчас особенно она актуальна, потому что, во-первых, на фоне вот этого модного заболевания и этих модных уколов, это тоже очень актуально, потому что, если вы хотите сохранить свое здоровье, когда для профилактики, если вы болеете, если вы переболели и если вы сделали вот этот вот самый модный укол, да. Но и самое главное, вы должны заниматься профилактикой паразитарных заболеваний. Я хочу рассказать немножко, что паразитарная нагрузка – это не только глисты. Очень большая паразитарная нагрузка, и у нас на организм дают и микробы, и вирусы, и простейшие, и паразиты. И вот когда они вместе образуют свой вот этот вот самый, так называемый, колхоз, да, тогда еще сильнее идет нагрузка на организм, и люди, конечно, очень сильно страдают. Если начать с микробов, то самое простое, что люди хватают в роддоме, это у нас золотистый стафилококк. Все это знают. Потом у детей такой вонючий, желтый, ну, пенистый стул, и очень долго восстанавливается микрофлора, потому что сразу в больнице начинают колоть антибиотиками. Если такого ребенка закололи антибиотиками, начиная вот с рождения, то совершенно официально потом могут поставить диагноз или дауна, да, вот это вот так, или аутизм. Потому что микрофлора убивается, и в организм не справляется, токсическая нагрузка растет, паразитарная нагрузка растет, и развиваются вот такие страшные заболевания, как дауна. Хотя врачи официально говорят, что это генетика поменялась, генетически и все такое. Нет, сейчас уже доказано, и очень хорошо об этом говорит Наташа Кэмпбелл. И есть такая ГАБС-диета, которая как раз решает вот эти вот психические проблемы, психические заболевания. А проблема начинается с кишечника. И поэтому вот мы в прошлый раз говорили про пиявки, это был один метод очищения. А сегодня мы будем говорить про паразитарную нагрузку и паразитарное очищение. С чего это начинать? Для детей надо начинать, ну, смотреть с рождения, конечно, что самое главное, когда мама кормит грудью, надо маму, значит, чистить. Вообще идеально это, когда мама до беременности с отцом почистились, и она уже зачала, ну, здоровая мама. Тогда нет проблем. И об этом, кстати, очень хорошо говорит Саша, да, что вот профилактика, беременность правильная, почему надо начинать правильно, готовиться к этому. А не просто так, я залетела, родиться, не родиться. Или как многие рожают, вот сейчас же платят материнский капитал, и очень многие рожают ради материнского капитала. И потом проблемы у детей, конечно, очень большие. А так самое простое, что мы можем, с чего мы должны начинать всегда, паразитарное, надо начинать вот с мамы, если она кормит грудью. И если начинаете с малышей, то самое простое, что вы можете делать, это ванны. Ванны с чистотелом, ванны с чередой, соленые ванны, солевые повязки. Вот это все помогает снять нагрузку, которая дает интоксикация. Не сразу начать прям поить, 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 потому что и так пошли выбросы по коже, да, это видно, там потнится, это одно, да. Очень бывает аллергия, потом образуются вот прям такие струпья на лице. Это все признаки паразитоза. Хотя вам будут говорить, что там непереносимость молока, непереносимость глютена. Это все признаки того, что кишечник не справляется, и поэтому такие вот нагрузки сильные идут, и идет такой выброс. И это все можно предупредить. Но если же вы до этого дошли, и у вас такой больной ребенок, то что вы можете начать, это чистить его с помощью хотя бы соленой воды. Воды с травами, и начать давать ему пить. Если ребенок уже побольше, например, годик, да, когда уже можно давать мясные бульоны, то тогда надо давать программу детокса, это, да, там правильные травы, и программу, как вот в ГАПС-диете говорится, мясные бульоны. Потому что мясные бульоны, вспомнишь, Саш, раньше, да, в больницу, когда человек после операции, что несли? Куриный бульон. Куриный бульон. И морс клюквенный. Потому что настоящий клюквенный морс, он выводит наркоз, он выводит тяжелые металлы, он очень помогает организму. А сейчас несут всякую химию, всякую дрянь. Бульон – это питательная среда, она нужна, потому что она как бы простая и очень хорошо усваивается, то есть без ничего. Ну, конечно, не куриный бульон из пакетика и не магазинная курица, напичканная гормонами, а настоящий куриный бульон, который, ну, сейчас найти очень тяжело. Но если есть такая возможность, то, конечно, это надо использовать. Это вот такой вот как бы, ну, в общем. А вот так, если мы берем по частям, то первое, что мы всегда делаем на паразитарке, мы сначала готовим пути отхода. Это кишечник. Это всегда так. Если у вас не работает кишечник, нет смысла пить антипаразитарку, потому что могут быть проблемы. Например, там могут быть клубни, аскориды, и будет непроходимость кишечника. Может быть сильный выброс кожаный, и человек испугается, скажет, нафиг, нафиг, я так прекрасно себя чувствовала, жила, да, у меня не было ни прыщей, ничего, выпила вашей травы, и вот я такая красавица. Это все показатель, что организм сильно загажен, и его, конечно, надо чистить. А если брать травы, ну, вот тройчатка, это самый простой комплекс, который можно использовать, но от того, что это было раньше, когда было меньше нагрузка, сейчас нагрузка идет намного больше у людей, потому что люди стали много ездить за границу. Люди стали очень много есть суши, это рыба, да, много стали есть экзотических продуктов. Ну, вот как в свое время появился, да, колорадки жук, кто-то его привез. Как появились, например, шестосомы, такие рыбы, ну, рыбный глиц, которого не было раньше в России. Потому что приехали на Олимпиаду или студенты из Африки, откуда-то еще, везде ходят, писают, какают, вот это все заражается и распространяется. И то есть мы, получается, получаем новые микробы, потому что если посмотреть таблицу паразитов, то одних только круглых червей две тысячи. И мы их не можем все знать. Но какой бы ни был червь, какой бы ни был глиц, ленточный, круглый, нематоды вот эти, все, какие бы они ни были, они все кровососущие, они все питаются кровью, поэтому у человека первый признак того, что у него большая паразитарная нагрузка, это аниме. То есть у человека нету сил, он устает. Железодефицитная аниме, потому что они очень любят есть, вот все, что мы кушаем, да, люди начинают есть много витаминов, микроэлементы, все это ты ешь, а глистам еще лучше, они еще дольше живут, потому что они все это с удовольствием едят. И поэтому признак того, что у вас идет заболевание, это, значит, понижен гемоглобин, понижено железо, очень сильная усталость, человек устает, не высыпается, ему не хватает сил, он ест или худеет, или он вроде бы не ест, но он толстеет. То есть вот очень много-много всяких таких причин. И плюс еще самая большая гадость вот ко всему к этому, добавьте, это грибы. Вспомни, когда мы были маленькие, да, мы не ели столько сладостей. Сейчас все сладкое. Дети, они как больные на это сладости. Сладкое, 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 картошка, жирные, макароны. Есть очень много детей, вот я часто с этим сталкиваюсь, когда родители говорят, ну вспомни на море, да, Наташа, она говорила, мои дети едят только макароны. Это вот как раз признак того, что нарушена микрофлора в кишечнике. То есть это надо налаживать. Вот, и просто так взять и начать пить, вот я буду пить вот это, вот это, вот это. Сейчас наше время, ну, как бы приветствуется, но неэффективно. И если вы хотите полностью, ну, избавиться грамотно, то нужно обязательно понять, какая у вас нагрузка, сколько у вас грибов. Если, например, в данный момент у вас идут стрептококи наверху, то нужно, например, принимать синий йод, да. Если у вас наверху идёт ангелостома, это такой глист, который внутритканевой везде ходит, то нужно принимать другой препарат. И вот таких вот, как бы, ну, показателей много на самом деле. Но с чего нужно начинать? С самой первой. С самой первой надо начинать с кишечника. С кишечника. Всегда с кишечника, потому что если кишечник вдруг не подготовлен и пойдёт очень мощный выброс, тогда будет хуже. Очень хорошо помогает, ну, сейчас не будем говорить про детей, у детей это как бы отдельная песня. Во-первых, они быстрее чистятся, их легче лечить, но надо подбирать правильно препараты и дозировки. А будем говорить, например, о среднем человеке, там возьмёт от 25 до 50, например, да. Даже, например, до 45, когда гормональный фон нормальный, когда человек как бы много работает, мало сидит дома, мало пьёт, много ест, или ест только на ночь с утра, не завтрак. Ну, такой обычный, среднестатистический, офисный, как говорят, планктон, да, который утром встал и почесал на работу, за работу пришёл, упал и ничего не хочет, потому что у него нету сил. И он думает, что это от того, что он устал. Но это не так. Это именно потому, что у него большая нагрузка. Это могут быть вирусы, герпесные особенно. Тогда у людей постепенно понижается температура. Если температура должна быть 36,6, это очень важно. Потому что, особенно для печени это очень важно, потому что, когда температура в печени понижена, тогда печень не справляется со своими функциями и не может делать половину, там у неё 450, например, функций у печени, да. И если ты это не делаешь, то печень не справляется, то у человека получается проблема. Получается, мы что делаем с кишечником? Первое, самое простое, нам надо наладить ежедневный стул. Стул не должен быть вот таким, там 5 сантиметров покакал один раз в день или один раз в три дня. Я сейчас даже где-то слышала, что врачи современные говорят, стул один раз в три дня – это нормально, представляешь? То есть вот такую ерунду говорят. Вообще человек нормально должен ходить 40 сантиметров в день. Стула должно быть. Ну вот ты вспомни, да, после голодания, когда вот мы вышли с голода, начали питаться, да, как много и как хорошо выходит кал, да? Ты же заметила это с тобой? Я хочу сказать, что Серафима еще специалист по лечебному голоданию, и у нее есть группа, которая периодически, раз в несколько, раз в год, несколько раз в год голодает. Я сама пробовала, участвовала в эксперименте, как я сама себе дала, значит, программу минимум 12 дней, программу максимум 21, я продержала 12 дней и вышла. И все равно считаю, что я могла бы продолжаться и дольше, но первый раз я немножко решила экспериментировать. И я считаю, что все-таки самое правильное, правильно войти и правильно выйти, это самое главное. И после этого, конечно, кишечник чувствует к другому работать, и организм начинает чувствовать легкость и больше сил. Ну и вот именно как раз вот здесь вот очень правильно сформированный стул, он несколько раз в день. Утром ты просыпаешься, ты, например, просто выпил воды, и у тебя сразу вот выходит нормальное количество кала. Ты даже думаешь, господи, я столько не кушала, сколько из меня выходит. То есть это нормально. А сейчас дети какают вот такой вот, знаешь, шарик, да, грецкий орех, один раз в два дня, и считаются, ну она же покакала, но он же покакал, и даже не следят за горшком, надо следить за горшком, надо знать, сколько ребенок покакал, какой у него стул. Вообще это очень важно, потому что если человек, ребенок вовремя не будет какать, да, то у него в кишечнике будут вот эти камешки собираться, 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 и будет растягиваться у нас стигмовидный отдел кишечника, а потом будет диагноз, удлиненный стигмовидный отдел, и будут говорить, что ребенок таким родился, что это нормально, что вы ничего не можете сделать, что это физиология, но это не физиология, это патология. И это все можно предупредить. Если вовремя следить за стулом ребенка, следить за тем, что он ест, как он какает, сколько раз он в день какает, и что для этого делать. Самое простое, чего не хватает для того, чтобы наладить стул, это промасливание. То есть у нас люди очень мало едят жиров. Очень много едят как бы растительных жиров, которые, ну, не так полезны, как вот, например, те же животные жиры, да. Особенно сейчас на фоне этого модного заболевания, когда страдают у нас и бронхи, и альвеолы, и все, обязательно нужен животный жир. Конечно, в идеале это дикий животный жир, это медвежий жир, собачий жир, там, борсучий жир. Это все идеально. Но если такого нет, то хотя бы говяжий и хотя бы свиной, вот внутренний, гусиный, утиной и бараний. То есть это то, что можно купить на рынке. А, например, картошку жарить на утиным жиру можно? А зачем вообще картошку жарить? Ну, если ты добавляй в еду, просто можно суп добавить, на нем поджарку сделать, ну, хоть куда-то. Потому что утиный жир, он растает. Если, например, ты берешь бараний жир, то это прямо у тебя конкретно жир-жир, и ты готовишь, и он такие прям вот белые, такие кусочки жира очень вкусные. Ну, вспомни раньше, мы же картошку жарили на свином жире. Да, да. Даже не на сале, а именно на внутренном жире. Ну, раньше и картошка была другая, сейчас картошку, я, например, вот я живу в Москве с 90-го года, и я могу сказать, что я практически не ем картошку, потому что она невкусная, она портится, она быстро чернеет. Раньше она еще как-то чернела, а сейчас она не чернеет, а как-то сереет, и невкусная вообще, ну, просто невкусная. Например, поехать в деревню съесть, да, картошку, особенно свежую, свежую, молодую, это просто вот что-то такое, а то, что продают в магазине, это, конечно, очень невкусно. Теперь, что по паразитам самое главное? Мы должны понять, что у нас есть не только глисты, а образуется, как бы сказать так, ну, кооператив, не кооператив, вот такой коллективный, как бы, разум, коллективное хозяйство, в котором один присосался, например, глист, да, присосался, но они же какают. Вот он покакал, другой глист это съел или микроб, потом третий, и вот так вот идет вот такая вот, знаешь, целая связка, и мозг даже не знает, что там есть у него внутри, потому что он видит начало и видит конец. И когда мы, просто официальная медицина не говорит об этом, она называет это как бы бластными клетками или незрелыми клетками, там, незрелые лимфоциты, а уже давно доказали, что это не незрелые лимфоциты, а это именно какашки тех же самых паразитов, которые у нас в тканях живут, да, и вызывают хроническое воспаление. Например, вот эти все заболевания, которые миопатия Дюшена, миопатия Беккера, боковой амиотропический склероз, потом, ну, не полиамилитетовирусы, да, такие вот заболевания системные, которые начинаются непонятные, и у них один ответ у врачей. Это, как они говорят, этиология неизвестна, или заболевание неясной этиологии, то есть они не могут объяснить, из-за чего началось это заболевание, а на самом деле все все прекрасно знают, потому что если, например, вот когда мы учились, да, и проходили инфекцию, то нам на инфекции говорили, что есть такой глист, аскорида, они ходят парами, самка больше, самец меньше, живут столько-то времени, полтора года в человеке, откладывают столько-то яиц, но когда попадает внутрь, да, он же не такой попадает, мы же такой не съели, попадает яйцо, там много яиц, вот организм выбрасывает, чистит, но они потом проходят у нас такой вот, чтобы еще раз перезаразить, как бы, организм, да, они попадают через желудок в кровь, через кровь опять через легкие, и опять возвращаются, потому что они живут только в кишечнике, и все инфекционисты знают, что бронхиальная астма, это аскорида, теперь мы приходим к врачу, например, кто занимается астмой у нас, пульмонолог, или аллерголог, или эндокринолог, три врача, ни один из этих трех врачей тебе не скажет, что астма, это глисты, они вам будут назначать препараты, гормоны, всякую ерунду, ставите там диагнозы, ставите, просите вас инвалидность, но инвалидность раньше как давали, у вас должен быть приступ, прямо там, на комиссии, представляешь, а инфекционист знает, что это заболевание, это глисты, и вот это можно отнести практически ко всем заболеваниям, потому что всегда есть причина, аппендицит, волосоглав, это, вот такое-то, такое-то, то есть очень много, и когда начинается готовиться к антипаразитарке, ты должен прекрасно понимать, что, например, если ты съездил куда-то за границу, и вот там проблемы с печенью, бывает, что прям прыщей очень много, болячки, это может быть апистархоз, рыбный глист, если, например, ноги начинают отекать, и появляется слоновость ног, то все прекрасно знают, что это может быть ленточные черви, понимаешь, то есть тут надо всегда смотреть, не просто так, я села и буду пить вот эту траву, вот так, вот так, вот так, нет, надо знать причину, и подбирать индивидуально, а если вас вы вот не знаете, хотите для профилактики, то самое простое, это, конечно, тройчатка, но здесь в тройчатке самое главное, во-первых, не принимать больше месяца, потому что принимать полынь больше месяца нельзя, и я бы всегда советовала тем, кто принимает тройчатку, обязательно дополнительно принимать деготь с пихтовым бальзамом, деготь мы добавляем, чтобы убрать апистархоз, пихтовый бальзам добавляем, чтобы помочь печени разгрузиться, сейчас я еще добавляю питьевой битулин, и обязательно я бы добавила синий йод или едино, чтобы убивать не только паразитов и грибы, но убивать еще и микробы, та же уреоплазма, микоплазма, стрептококки, стафилококки, синегнойная палочка, то есть вот это все тоже надо убирать. А битулин, это что такое? Ну битулин, это как бы он давно известен, еще с позапрошлого века, это вытяжка из березы, вообще битулин, он присутствует во многих как бы растениях, но больше всего его в березе, так как береза у нас как бы растет в России очень много, и она дает много полезного, то есть это чага березовая, березовый сок, потом березовая кора, береза из бересты делают деготь, из березовой коры, которая вот розовая такая, не просто само дерево опилки, а вот именно вот на молодом березе, если посмотреть, она небольшая, она не больше сантиметра, вот эта вот березовая кора, вот из нее делают березовую кору березит, как раз называется, вот этот сбор, когда его используют, но это все-таки дерево, поэтому когда вы его используете, то надо грамотно его использовать, не просто чистое дерево жрать, а именно вот как бы в сборе, Я вот, например, делаю сбор марси, там я добавляю определенную группу трав, потом добавляю туда определенную группу индийских трав для того, чтобы помочь печени, и добавляю туда еще кыстхинди. То есть вот такой комплекс получается, не просто вот наша российская трава, а добавляется индийская, еще и вот арабская. Вот такая получается у меня смесь, я подбираю дозировки, и получается прекрасно вот именно по диагностике показывает, что она работает. Понимаешь, потому что не надо просто продать, а надо, чтобы препараты работали. Я напомню, что такое трочаса, всем, кто не понял, вначале мы об этом говорили, кто-то соединился к нам. Трочаса – это антипаразитарная смесь сухих трав, она состоит из трех трав. Это полынь, пижма и гвоздика, которые, но не в равные пропорции. Да, пропорции очень важны. Да, пропорции важны, она говорит об этом. Пишите, она всем ответит в личку, вот всем, кто прослушает наш сегодняшний эфир. И индивидуально она назначает, и мы каждому по состоянию. У нее есть диагностический аппарат, в котором она смотрит, какой лучше бульжировку, какую лучше пропорцию сделать. И ему вот к этой трочаске она уже добавляет либо бицелин, либо уже другие какие-то препараты. Да, я помню, что еще есть несколько препаратов, которые влияют на разные другие органы, чтобы в целом человек оздоровился. То есть это не лекарственные методы оздоровления, и они совершенно безвредные. Это не антибиотики, которые не улучшают микрофлоры в кишечниках, а совершенно натуральные, вот и старые березы. Вот то, чем еще... Гранатовые корки, пожалуйста. А? Гранатовые корки. Да, гранатовые корки. Вот вы еще делаете массаж вот такой. Я просто была у Серафима в офисе, и то, что помощница Венера, сделала массаж. Это были пропитки Виватоном, да. Это другое совершенно. Это пропитки Виватоном, это лимподренажный массаж. Но у нас много разных техник. Например, вот очень хорошо работать, ну, как бы я... Это относится тоже к паразитам, но это получается не к физическим, а к энергетическим. И вот здесь вот мы работаем уже как целители, занимаемся чисткой, как бы, ну, астрального тела и чистим еще бубном. То есть Вениамин у нас работает бубном, и бубном работает очень хорошо. Потому что сейчас на фоне вот этого модного заболевания и на фоне этого модного укола люди не понимают, когда они идут вот на этот самый укол и когда их колят. Один раз я видела людей, два раза я видела, и я даже видела, моя племянница в Узбекистане, она сделала три укола, потому что она учитель, у них начали раньше колоть. И если посмотреть на нее вот энергетически, как тесновидящий, да, то ты видишь, что у него на позвоночнике сидит прям сущность, и позвоночник поражен. И идет уже онкоплетен, то есть человек год-два и заболеет раком и умрет. Вот только пока я это ждала эфир, я как раз увидела где-то в Телеграме сообщение, и там доктор один, Коул, по-моему, он говорил, что с ним связался доктор из Будапешта, что ли, и сказал, что вот он практикует много-много лет, и он знает всех своих больных. И он говорит, вот за это короткое время, вот за эти несколько недель даже, не лет, а за несколько недель люди заболели таким количеством, столько людей заболело раком, сколько не заболело за всю практику. И он прекрасно понимает, что это модный укол. Но говорить об этом бесполезно, люди считают, что это все неправда, а те, кто уже заболели, они уже ничего не могут делать. И вот такое вот состояние, типа, ну, знаешь, многие как говорят, ну, умру и умру. Я вот этого не понимаю. Ну, ложись сразу, блин, что ждать-то? Да, ну, у нас еще идут прививки, которые могут подсказать алгоритм, как предоткратить, когда на работе принуждают, то есть, как бы, нет такого принуждения, но добровольно-прививку все-таки рекомендуют. Рекомендательный характер, но при этом могут их, как бы, уволить по закону. То есть, есть всякие выходы из ситуации, кому интересно, пишите, обязательно мы поделимся этой информацией в следующем сфере. Вот, я благодарю, Терафим, тебя за такой, твой поток информации полезной, за то, что ты помогаешь многим людям. Я знаю, что очень много благодарных своих посетителей. Вот, у нас на Десеннем острове в Абхазии, этим летом был фестиваль Десенний остров, и Терафима там проводила много диагностей, диагностировала людей, и назначала им свои медикаментозные препараты, и многие люди просто вот ее благодарили, и выходили уже на другой уровень. Я, например, в фестивале приехала и проголодала 12 дней, что для меня вообще абсолютно не свойственно, я сама даже уделяюсь. В идеале это было, но если все это прошло, я понимаю, что при грамотном подходе, при грамотном входе в голову и выходе из него ничего страшного нет. И я чувствую до сих пор, как мой организм вот просто задышал, и появились просто даже румяжец на щеках, чего вот раньше не было, то есть как-то пошла какая-то жизнь уже. То есть организм полностью обновляет, вот называется лечебное положение, и оно, конечно, полезно периодически проводит. Кого это интересует, тот может тоже, хотя у меня там особо лишнего веса нет, но это просто в оздоровительных целях очень полезно для каждого человека. Вот, и обязательно посмотрите наш прямой эфир про лечебное голода и голода ранее. С Серафимой, вот у меня на аккаунте, да, Алекс Роды, Алекс Сун Роды, так что всех будем ждать еще, мы будем обязательно встречаться еще. Я думаю, в следующий понедельник мы встретимся, и тогда Серафима нам расскажет более подробно. Вот пишите вопросы свои, задавайте. Ну, я сегодня практически ничего не сказала, потому что надо брать вот, например, конкретно какой-то пример, только так это работает, и конкретно на этом примере рассказывать. Например, я могу сказать пример, как было на Дельфиньем острове. Я делала диагностику одной семье, там трое детей, и мама сказала, что у среднего ребенка были проблемы с почками, но диагностика показалась серьезной проблемой у старшего ребенка. То есть такой диагноз, который нельзя пропускать, с которым потом, если вовремя его не привести в порядок, можно сесть на гемодиализ, а сейчас сажают на гемодиализ очень быстро, просто вот плохие анализы посадили на гемодиализ, с него не слезешь, с него не снимают. И вот такой вот диагноз гламероланифрит, я, кстати, про это писала, я даже статью написала у себя, на сайте здоровы-снами.ру, и там вот это можно прочитать. И очень важно понимать, что все можно предупредить. И легче всего лечить, легче, конечно, предупредить, но потом лечить в начале заболевания, чем потом бегать, когда уже человеку все плохо, и говорит, спасите, извините, но где вы были раньше? Да, 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 согласна, заранее. И именно предотвратить эту ситуацию, и это будет и дешевле, и быстрее, и эффективнее, конечно, чем потом разбирать уже по факту. Да, согласна, абсолютно. Серафима, благодарю тебя за эфир. Очень не было полезное. Я надеюсь, что всем другим тоже, нашим слушателям, эта информация пригодится. Все, будем тогда на связи. В следующий понедельник мы приходим. Да, все, пожалуйста, я буду в октябре проводить марафон как раз по очищению антипаразитарки и по голоданию. Так что подписывайтесь, приходите, будьте здоровы. Будем очень рады всем. Всего доброго. Пока.